итак ребят всем привет сегодня я решил запилить новый видос предыдущее видео у было довольно такого необычного формата там я открывал свой сундучок с сокровищами многих заинтересовал этот сундучок всем понравился он ты я там спросил у зрителей подписчиков что вы хотите сделать осмотр каких например вещей и очень много поступило предложения рассмотреть металлопластику в данном случае там крестики иконки у меня были в общем все 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 что связано с металлопластикой и сегодня я решил все таки это сделать но каким способом многие вещи у меня были там грязные то есть я их подымал из земли и просто складывал но сейчас я хочу сделать вот что хочу эти вещи почистить между прочим чистить я буду средством которые являются одним из самых щадящих вот это при помощи варки в соде и немножко я вам эту тему затрону чтобы вы знали как именно чистить медь запомните чистка меди можно в этом способом чистить и монеты в данном случае хочу почистить металлопластику так что смотрите сейчас я вам все подробно расскажу расскажу и покажу чтобы было наглядно смотрим ну а для начала я вам сначала перед тем как весь процесс показать я хочу вам показать то что мы сегодня будем чистить чистить мы будем вот сегодня вот такое количество различного характера медь здесь у меня будут различного рода складни вот они у меня складни всякие конинки необычные вот в данном случае тоже конька пуговки разные разные специально отобрал пуговки различных силуэтов вот они у меня просто грязные ничего особенного вот такие вот декоративные вещи старины это у нас браслеты кольца перстни в общем весь такой шмурдяк что связано именно с царизмом царской эпохой здесь у меня тоже и медальки имеются такие вот вещи тоже у меня здесь имеется в общем хочу коротко быстренько показать весь процесс и очистки не буду расскажу вам лишь тот момент какой необходим в данном случае и мы все покажем расскажем и вы все увидите ну а сейчас к процессу чистки и так ну в общем мы поехали для этого нам понадобится пищевая соль ой сода и тара в которой мы будем это все варить лучше брать эмалированную ненужную посуду берем наливаем водички много брать не будем потому что в процессе когда будет кипеть сода все это говьяшка может выплеснуть у вас на плиту берем соды все на глаз много-много ничего особенного не будет и если мало вы получите вы получите просто меньше эффекта но я взял не особо две ложечки и на стакан воды ну чуть побольше ну и сейчас за газ пускаем ставим кипятиться и забрасываем монеты и так зажигаем конфорку поставили мы на платформу вот такую вот подставочку чтобы было удобней ставим нашу тару размешиваем ложечкой до однородной массы чтобы сода размешалась получается такая знаете лиловая субстанция белого цвета когда сода у нас немножко отстоится размешается у нас получится прозрачный так включим вытяжку и смотрим сейчас у меня на все это нагреется и мы бросаем туда монеты и так пришел процесс забрасывания из наших изделий вода у нас закипела и бросаем для начала вот такой старинный перстень ой не перстень а браслет тоже бросим его туда в общем все 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 мы туда побросаем да прям даже валом побросаем все что нас интересует не интересует просто крестики иконки складни пуговки все 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 прям валом как бросаем ничего такого особенного нету воду сразу ось сразу убавляем потому что видите вот этот кашка пенка она может убегать так что мы газ убавляем следите за этим и все погружаем оттуда чем больше как говорится туда изделий бросим тем меньше надо газ ну вот для начала я думаю хватит сделаю это наверное три захода осталось примерно на два захода такая вот кучка вот и здесь вот мы их забросили и будем следить за процессом берем секундомер так включаем секундомер ну насколько поставим на на 10-15 минут вернусь я через это время все ждем и так ребята время подошло к своему завершению у нас прошло 10 минут сейчас мы все будем это дело изымать вроде как в процессе я все это перемешиваем чтобы не накладывать друг на дружку пена очень лезла пену лишнюю я просто-напросто выбрасывал это тем более грязь ненужная вещь хотя по мере выкипания воды необходимо отливать прямо из чайника можно воду сюда не добавляя сюда соды то есть просто вода выкипает доливаем сейчас мы все это достанем посмотрим некоторые вещи здесь у меня были уже как бы чистые но большая часть грязные так что могут быть небольшие такие расхождения по чистке но в данном случае сейчас мы с вами посмотрим выключаем это все дело вынимаем оттуда находки которые загрузили мы и с вами сейчас я посмотрю уже промыв их водой и вы увидите какой результат после десяти десяти минут чистки итак вынимаем мы все это дело из нашей тары буду выкладывать при помощи ложки выливать аэроствор не буду потому что я вот сейчас еще и буду использовать все это я вынимаю прям в раковину сейчас я все это вынимаю промываю и укладываем как вы видели я закинул очень большое количество можно даже нужно делать это небольшими партиями но я решил побыстрее это все делать так все эту жидкость я оставлю на следующий процесс чистки а сейчас включаю проточную воду находки охладить прочистить всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпуска итак ребята ну промыл я проточной водой и сейчас мы с вами посмотрим что из этого вышло вот эти вот светлые вещи обратите внимание вот они и здесь тоже вот крест вот крест их я использовал ранее в своих опытах я пытался найти каком числе средства для чистки данных изделий вот чистил и химией но к сожалению получилось не особо интересные вещи из них придется их как говорится чистить при помощи шлифовки чтобы сделать на них блеск в общем не получилось схеме но данный метод хорошо чистит изделия на которых имеется не очень большой грязевой вековой налет в общем чистит очень хорошо как вы видите вот зачетные такие вещи стали поближе вам сейчас их покажу вот получилось вот так вот некоторые вещи такие как вот он крест прям был заброшен грязный ему еще нужно и не один раз чтобы отвалилась зеленая эрозия вот этот крест непонятно из какого сплава тяжело дается но я думаю эффект какой то будет в основном все изделия почистились неплохо вот осталось такая шоколадная патина на них вот на другой у меня то же самое получилось в принципе неплохо это всего-навсего первый заброс был у нас впереди еще будет в этот же раствор забросить еще большое количество изделие то есть еще на два раза но я думаю вам это не будет интересно вам самый главный процесс процесс результат после данной чистки но сейчас я думаю привести их нормальное состояние чтобы вы их потом посмотрели когда я буду делать обзор по вашим просьбам будет все это сделано а так ладно продолжаем так ребята те монет которые у меня почистились не особо то есть совсем большой сильный налет на них был или же грязь не отвалилась или зелень осталась в общем закинул их еще на 10-15 минут ну а сам между делом начну приводить те которые почистил уже приведу их в состояние чтобы было красиво и наглядно вам показано то есть возьму сейчас просто бур машинку и немножко рельеф отшлифую то есть вы все сейчас увидите а сейчас ребята я вам покажу как я буду немножко делать на них рельеф что буду работать при помощи вот такой бур машинки можно обычно при помощи тряпочки бойлока и паста гоя паста гоя паста гоя я использую в камне в жидком мне не нравится потому что когда жидко и наносишь на сам вот это вот паста гоя паста гоя сюда в жидком виде то она разлетается вот и использовал я еще для полировки хрома тоже разлетается не понравилось мне но средства эффективно а сейчас я вам покажу как я в процессе работы включаю гормашинку кстати я хочу порекомендовать ни в коем случае не полируйте свои вещи в грязном виде то есть нужно сначала их почистить а потом только полировать потому что будет неэффективно и ему можно очень много времени затратить на это повторюсь мы добиваемся не полной чистки для до однородного металла мы делаем просто-напросто как бы рельеф грани рисунков чтобы было очень красиво и наглядно сейчас я вам это продемонстрирую что у меня получилось получилось ребята по результату небольших манипуляций в течение наверное десяти пяти минут вот такая вот красивая зачетная вещица это у нас аэроп так самара златоуст как вы видите неплохо получилось тем что я сделал именно небольшой рельеф то есть чтобы надпись было видно но как бы потянул решил оставить до чистого металла это все не доводить ну я думаю зачетно получилось неплохо сейчас также я буду приводить все эти вещи до такого вот состояния чтобы вам все это показать в следующем видеоролике по обзору моих находок именно по металла пластики ладно смотрим итак ребята закончил я процесс сегодняшней готовки к завтрашнему видео сейчас я все закончил все свои находки привел в такое состояние чтобы можно было вам показать вот за окном у нас уже темно так что весь день у меня ушел на это мы сначала свои находки чистили а потом небольшой лоск наводили чтобы было поднять силуэт чтобы было очень красиво сейчас я вам покажу это вот сделаю видео монтирую и сегодня же я его выложу а завтра я уже с утра пораньше и сделаю все по кучкам то есть сделала полный обзор крестиков складней пуговичку в общем все по металлопластике так что сейчас я вам покажу вкратце что я сегодня сделал так а сделали мы сегодня вот что приводили вот этих находки кучка 1 кучка 2 вот в такое состояние чтобы можно было приятно посмотреть вот на такие вещи так что полный обзор я буду делать именно вместе с вами завтра а сегодня на на этом наверно закончу сейчас ребята все всем пока всем хорошего просмотра приятного давайте мне советы комментируйте ставьте лайки чтобы я знал что вам нравится данное видео мои работы труды все стараемся для вас чтобы было приятно на что-то взглянуть так что смотрим смотрим следующие мои видео связанные с моими находками за окном на зима делать пока нечего кое-когда иногда выходим на старые дома пару видео у меня еще есть запасе так что скоро я их тоже выложу в общем много проекта всяких ну и смотрите на этом и все пока а